ну что ж господа бритвоманы приветствую а сегодня у меня для вас маленькая вот одна всего лишь новость это очередной фреймбэк технологичный который это который сделан вот так вот вот так вот он сделал вот протру сейчас я же тоже не сделал как обычно и все вкратце и обо всем ну что ж на японский акрил шайбочки скользяя бучки нержавеющий тот эрл и рожавеющий сам . ночь как лезвие лезвицы наверное правильно сказать вот так вот она все у меня и выглядит сразу заметили ужасно выглядит а вот это самое вот вот это керновка во-первых ужасно выглядит я у честное слово реально понял что вот я был не готов по жизни не подготовлена именно к фреймбэком вот таким чтобы сделать вот кировку вот такую водка керосиновку надо было сделать вот такое приспособление ладно пол беды потом я первые может быть помните из пиджаке сделал лезвица там я его взрезал то есть получается там такая вот вогнутые линзы все дела а тут я как-то переписывался с человеком который во франции тут прожил почти всю жизнь и говорит так у нас там вот пластину вставляют вот прям вот так вот пластину вот так вот вставляют и все это никто ничего не зарезает думаю я чё самый умный что для ну сделал вику я также вот сделал то есть при такой вот ширине а ширина небольшая под руками ничего нет померить только грязная линейка хотя бы хотя бы чтоб не быть голословным это у нас 18 миллиметров вместе с обушком и что видите при таком-то вот угле заточки так сказать 5 миллиметров толщина обушка вот такая вот ширины кромка я конечно сегодня еще посмотрю на французские фреймбеки может там тоже такая же я не знаю по моему нет и вот это вот я не стала вот это срезать вам могу сделать все это культуре кончик убрать но для того оставил что вот кто-то там пример захочет поменять лезвие она будет чуть подлиннее там может быть вот пускай все так будет это как бы пробный косячок почему косячком я называю но потому что но вот этого базе вот кромка заточки нот да и бриться можно все будет хорошо она кстати волос ругает он думает показывать это и не показывать я не знаю наверное бестолковое дело вот триньк отскочил триньк отскочил но бритва не заточена а подготовлена к заточке вот так вот почему это все время теперь говорю что ну просто не мои вот эти вот варианты заточки они вообще не подходящие никому хотя вот такой вариант заточки ну я не про ширину кромки конечно а вообще про вариант я для себя открыл совсем недавно и теперь свои бритовки точу только так это автоматическая заточка даже без вот этих вот вручных вот камней это вот все дела мне она очень нравится а остальным я сомневаюсь она понравится потому что как обычно все что я сделал все не так вот так вот тут естественно вот все ровно потому что они показывают бритвка технологичные все вот это вот по металлу что сделано на чпу со сверх точными подгонками все как бы вот не докопаться вот этот рулюшок вот он прям такой вертлявый 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 прямо творче на мне его хорошо умотать я уже об этом говорил в предыдущем видео с похожим вариантом и что хочу сказать вот этот вот фрейнбэк будет по цене пониже прям пониже его себестоимость это было как пробник я просто хотел узнать возможно ли вот так вот как сказали товарищи французы практически да что надо просто там пластинку вставлять это я за узел здесь у меня миллиметр пас а я его 085 сделал вот это вот карбоновая лезвия и я недоволен тут либо надо восьмерку эрл толщиной чтобы какой-то угол там попасть либо что ли либо как-то я не знаю из дамаска пока еще не сделал ничего потому что оказывается все не так просто обычно дамаск он не подходящий вообще для бритв бритвенный дамаск сделать толщиной миллиметр это просто вам скажу то еще канитель и поэтому я решил сделать это плавно чтобы не сделать ошибок и ближайшее время из-за этого не будет бритвок с лезвиями из дамасской стали вот так вот а это будет да не дешево там да не 500 рублей ни разу но она будет ниже значительно ее себестоимости сколько это будет я даже сказать сейчас сомневаюсь но где-то в районе где-то надеюсь что ну блин если себестоимость дико давайте еще ее принципе пополам резонем ну тысяч шесть все равно тысяч шесть вот так вот да вот так у нас сегодня производство то стоит да у нас все так стоит принципе то не вон газовым газовщики не позволяют отапливать мастерскую потому что мы живем в стране где добывают газ да но это уже политика ладно поехали и вот что я хочу сказать это бритвка я его комплектую вот тем же самым кожаным чехольчиком все будет как положено все будет правильно и пробуйте кому интересно пробуйте пользуйте а я в принципе все сказал все снова годом уж точнее с рождеством если уж быть точным сегодня у нас и надеюсь мы еще увидимся я что-нибудь надеюсь придумаю а я что-нибудь придумаю шальная голова рукам покоя не дает как говорится до новых встреч